Вязание носков крючком на мамочкином канале. Это вторая часть. Мы вяжем вот такие носочки. Ссылочку на все части я оставлю в конце этого видео урока. Итак, мы связали в первой части носочек до момента, когда нужно дальше вязать пяточку. Когда же нужно начинать вязать пятку? В прошлом видео уроке мы довязали носок до наибольшего объема подъема ноги. Посчитайте количество петель в последнем ряду. Например, у меня 48 петель. Я буду писать по-английски, чтобы англоязычные зрители хоть что-то понимали в моем объяснении. 48 петель поделить на 2. Половина будет 24 петли. Сейчас мы будем вязать пяточку поворотными рядами в виде треугольничка, в котором в основании лежит 24 наших петельки, а высота треугольничка будет равна 24 рядам, потому что в каждом рядочке мы будем делать одну убавочку, убирать одну петлю, и у нас получится 24 ряда. Посчитаем, сколько сантиметров занимают у нас эти 24 ряда. Сколько сантиметров нужно оставить для вязания пяточки до конца вязания носка. Вот это место у меня 24 ряда. Измерим сантиметров, натянув немножечко полотно, потому что носочек при одевании будет все-таки натягиваться. Получилось у меня 8 сантиметров эти 24 ряда. То есть еще мне нужно будет довязать до окончания моей ступни 8 сантиметров. Вот и прикину, пора ли мне уже вязать пяточку или нет. 8 сантиметров, нога у меня 24 сантиметра. И вот как раз получается, что 24 сантиметра у меня и получится носочек, вот потянув его 24 сантиметра и получится у меня носок, если я сейчас начну вязать пяточку. Вы сделаете расчет по своей плотности. Будем вязать пяточку треугольничком. Начинаем вязать ряд с бока нашего носочка. То есть посмотрим, что у нас носок лежит плоско на столе. И вот здесь начинаем вязать ряд. Будем вязать уже поворотными рядами, то есть поворачиваем вязание на изнаночную сторону и делаем убавки. Первую петельку, от которой идет ниточка, пропускаем. Со второй петли начинаем вязать по одному столбику без накида 23 петли. Отсчитываем эти 23 петли. Это у нас уже будет как бы второй ряд пяточки. Первые 24 петли это мы как бы провязали, потом повернули вязание и вот эти 23 петли уже вяжем. Вот получается первую убавочку сделали и дальше провязали 23 петли. Снова поворачиваем вязание. Делаем опять одну убавочку. То есть сразу провязываем не в первую петельку, а во вторую столбик без накида. А дальше вяжем до конца нашего поворотного ряда. Получается 22 петли. Поначалу считайте, чтобы не ошибиться, потому что только в начале ряда мы делаем убавочку, провязывая сразу во вторую петлю. А в конце ряда мы последнюю петельку обязательно провязываем. Получилось 22 петли. Поворачиваем вязание, одну пропускаем, со второй начинаем опять вязать. В этом ряду уже будет 21 петля. Опять же довязываем ряд до конца и провязываем писательно вот эту последнюю петельку. Получилась 21 петля. Для себя даже можете вот таким образом написать 24, 23, 22, 21, 20, 19 и так далее. И зачеркивать. Вот 24 петли пила первый ряд, потом мы сделали убавочку, стало 23 петли провязали, 22 провязали, и 21 сейчас провязали. Опять поворачиваем вязание, сразу провязываем, делаем убавочку, провязываем во вторую петлю столбик и начинаем считать с него. Считаем, получится у нас 20 петель, потом 19 и так дальше на уменьшение. Все меньше, меньше и треугольничек у нас будет вот так смыкаться на конце. Вот у нас в конце провязываем 4 петли, поворачиваем вязание, провязываем 3 петли, поворачиваем, провязываем 2 петли, поворачиваем, провязываем одну петлю и наш треугольничек стянулся наверху и так получилось 24 петли внизу 24 ряда с каждой стороны треугольничка 24 24 24 и теперь мы будем вязать уже круговыми рядами наш носок наверх вот наша пяточка у меня в готовом носочки я покажу вот наша пяточка поворотными рядами треугольничек сейчас мы будем вязать уже круговыми рядами наверх вот мы закончили вязать нашу одну петлю поворачиваем так чтобы мы очутились на лицевой стороне и начинаем вязать и тут тоже первый ряд нужно все-таки посчитать чтобы с каждой стороны мы провязали 24 петли с первого же ряда начинаем провязывать каждый ряд по одному столбику без накида получается у нас 24 ряда высоту треугольничек и вот в каждый ряд по одному столбику без накида провязываем и считаем у вас может быть будет не 24 петли а свое какое-то количество но главное что оно будет такое же как и внизу столько же рядов сколько и внизу петель поэтому вот здесь я например провязала 24 столбика без накида чтобы не ошибиться и не сбиться пересчитаем на этом этапе что получилось вот 24 у меня дальше переходим на низ нашего треугольничка здесь вот этот столбик провязался над этой петлей это еще пяточка у нас когда вязалась и теперь вяжем уже внизу наш треугольничек опять это будет 24 столбика без накида в уголочках треугольника ниточку затягивайте чтобы там не образовалась никакой дырочки довязали до второго бока треугольничка здесь уже посчитайте чтобы получилось такое же количество петель то нужно провязать сначала одну один столбик вот в эту дырочку на стыке двух сторон треугольника а дальше в каждый ряд опять по одному столбику без накида и получится тоже такое же количество как и со второго бока треугольничка и внизу у меня 24 здесь мы вынуждены провязать в этот уголочек один дополнительный столбик чтобы было такое же количество петель потому что здесь рядочков у нас на один меньше в высоту потому что первые 24 петли треугольничка мы просто ряд там повернули и все итак последний ряд провязываем получилось 24 и переходим на первый круговой ряд нашего носка предыдущий ряд я назвала нулевым рядом потому что мы просто там уже провязываем собираем все наши стороны треугольничка в кольцо и здесь уже будем резать вязать первый круговой ряд этот ряд мы провязываем без убавок просто по кругу вот я схематично опять нарисую как мы будем вязать вот наша пяточка мы будем здесь вязать уже круговыми рядами и по кругу у нас есть получается семьдесят две в моем случае петли 24 24 24 три раза по 24 семьдесят две петли мы провяжем 12 круговых рядов и за эти 12 рядов мы убавим 12 петель и получится у нас в итоге 60 петель если вы вяжете толстой пряжей то возможно вам нужно будет поменьше у бабочек сделать просто сделайте пример очку по ноге как мы будем распределять эти 12 убавок на нашем носочки вот у нас линия у бабочки у бабочек идет с одной стороны носочка линия у бабочек с другой стороны носочка то есть получается у нас в одном ряду будет две у бабочки одновременно будут исходить они из середины пяточки то есть у нас каждой стороны будет убавляться только 6 петель и с другой стороны 6 и будем мы в 12 рядах их убавлять таким образом ряд провязывать с у бабочками ряд без у бабочек ряд с у бабочками ряд без бабочек и также на 2 линии у бабочек условно пронумеруем все наши 12 рядов от 1 до 12 получается нулевой ряд у нас есть которые мы уже провязали и вот в первом ряду мы у бабочку не будем делать во втором ряду убавим про вяжем убавки в третьем ряду не будем делать четвертом убавки про вяжем и за один ряд мы будем убавлять две петли две петли во втором ряду и петли в четвертом ряду и так дальше и так в ряду номер один мы не сделали ни одной у бабочки здесь мы будем посередине пяточки делать у бабочку то есть мы провязываем до середины пяточки обычными столбиками без накида поскольку у меня 24 петель на одной стороне и треугольничка то я провязала сейчас провязываю 11 петелек с другой стороны тоже отсчитаем 11 петелек это получается 22 и 2 средние провязываю вместе сделали у бабочку дальше 11 этих петель провязываю по одному столбику в одну петлю переходим на нижнюю нижнее основание треугольничка нашего там тоже по одной петельки провязываем и переходим на третью сторону треугольничка и здесь опять 11 петелек с одной стороны провязали 11 отсчитали от другой и вот тут получается в серединке 2 вместе провязываем и дальше я провязываю 11 петелек у вас опять же может быть не 11 петель но главное в серединке стороны треугольничка сделать убавку довязали ряд до конца переходим на третий ряд круговой который у нас без убавок просто в каждую петлю мы вяжем где у нас была у бабочка над ней просто тоже провязываем по одному столбику без накида целый круг если у вас толстая пряжа то вы возможно вам нужно делать каждом ряду бабочки тут уже надо будет конечно померить но в каждом ряду но 6 провязали третий круговой ряд переходим на 4 где опять делаем 2 у бабочки делаем их уже над предыдущими у бабочками то есть до них довязываем по одному встречаем вот эту бабочку и сдвигаем убавку к нашему уже связанному носочку к стороне не пяточной а к носочной стороне носка чтобы у нас линия убавок пошла влево сторону на носочка и дальше по одной петельки в каждую по одному столбику в каждую петлю провязываем так провязываем по кругу переходя на ту сторону и тоже нужно сделать убавку над у бабочкой вяжем смотрим ориентируемся где у нас предыдущая у бабочка вот она здесь так здесь у нас немножко надо сдвинуть опять в сторону получается нашего носка связанной длинной части носка вот немножко распускаю потому что чтобы сдвинулась при бабочка в эту сторону нужно до нее две петельки провязать вместе и остальные петельки просто провязываем до окончания кругового ряда переходим плавно на пятый круговой ряд который вяжется без убавок вяжем по кругу и приходим опять к началу нашего ряда шестой ряд и отряд уже с убавочками то есть опять провязываем вначале все наши петельки по одному столбику встречаем убавочку предыдущую и опять с небольшим сдвигом в сторону носка делаем убавочку дальше по одной петельке каждую по одному столбику в каждую петлю и доходим до второго места у бабочек и опять со сдвигом эту и эту петельку провязываем вместе чтобы сдвинулась линия прибавок к носочку и так круг за кругом получается всего будет 6 рядов с убавками и 6 рядов без убавок и получится вот такой вариант как носочек сел на нашу ногу в следующем видео мы будем делать после вот этих вот 12 рядов следующие ряды и нужно будет сделать убавочку на углубление на задней стороне ноги продолжение следует ссылочка на весь видео урок на экране